Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. В Карагандинской области продолжается вакцинация подростков. В регион прибыло свыше 40 тысяч доз вакцины Камернати фирмы Pfizer. Их получат около 20 тысяч человек. Ко дню работника сельского хозяйства в Караганде наградили лучших фермеров. Грамоты и государственные награды им вручил Аким Карагандинской области Женис Касымбек. В Центральном парке Караганды появится линейный каток. Об этом новшестве рассказали в городском Акимате во время обсуждения плана развития главного парка города. Карагандинская область по-прежнему находится в желтой зоне. Всего в регионе по состоянию на 18 ноября зарегистрировано 105 742 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. За истекшие сутки выявлено 115 новых больных. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составляет 7 413. В том числе больных с симптомами 80%. Бессимптомных вирусоносителей 20%. Высокие показатели заболеваемости отмечаются в Тимиртау, Балхаше, в Абайском районе, а также в областном центре. На сегодняшний день мы отмечаем небольшое увеличение заболевания ковидом. С 1 по 16 ноября 967 случаев у нас зафиксировано. За последние сутки 73. Мы отмечаем, что идет небольшое увеличение. На сегодняшний день у нас проводится соответствующая вакцинация. Порядка 65% от числа вакцинированных подлежащих вакцинации на сегодняшний день вакцинированы. Сейчас активно работаем со старшей группой. Ежедневно у нас практически 350-300 человек вакцинируется. Вместе с тем в Казахстане продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Глава правительства Оскар Мамин отметил, что республика занимает первое место в СНГ по доле населения, привитой двумя компонентами вакцины. Я думаю, это все дало нам возможность держать уровень санитарной беременовышки на том уровне, который мы сегодня имеем. Думаю, это практически мы заполняемость наших коек и нагрузка на систему здравоохранения такая, что мы имеем порядка 30% нагрузки на инфекционные больницы и 27% где-то, мы говорим, нагрузка на реанимационные коеки. Это позволяет нам говорить о том, что система здравоохранения в принципе справляется. Я думаю, у нас есть запас, запас есть стабилизационных фондов по электропрепаратам, есть на уровне регионов, есть на уровне республики соответствующие стабилизационные фонды такие. На случай вдруг возможных всплесков волны пандемии, которые могли быть в будущем, мы, я думаю, готовы. Сегодня в Казахстане сохраняется стабильная эпидемиологическая ситуация. Между тем, в Минздраве подчеркивают, что основная доля заболевших и больных с тяжелым течением КВИ приходится на невакцинированное население – почти 95%. Аналогичная ситуация складывается и с количеством больных, находящихся на искусственной вентиляции легких, среди которых почти 96% приходится на невакцинированных. Андрей Тан, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В регионе продолжается вакцинация подростков. Напомним, что в Карагандинскую область прибыло свыше 40 тысяч доз вакцины Камернати фирмы Pfizer. Их получат около 20 тысяч человек. Это подростки и беременные женщины. В Карагандинской области наблюдается спад заболеваемости среди взрослых. Но статистика среди детей и подростков неутешительна. К тому же переносить болезнь они стали тяжелее, говорят медики. Сегодня все школы региона оснащены специальными холодильниками. Школьные медсестры прошли обучение. Вы все знаете, что проводится активная информационная работа с населением. Мы работаем сейчас с школьниками, подростками, с родителями. Выходим в школы, работаем с директорами школ, проводим разъяснительную работу среди родителей. Медики отмечают, что сегодня есть горожане, которые боятся вакцинации. Они и сами не прививались и не разрешают прививать своих детей. По мнению специалистов, такое мнение сложилось на основе слухов и сплетен. Сейчас я хочу сказать, что действительно это имеет место, что родители боятся прививать детей. Но в любом случае, всегда начинать трудно, но у меня есть такой позитивный настрой, вера в то, что разум победит, что наши родители все-таки начнут прививать детей. Различным фейкам не верит карагандинка Марина Ильдекова. Она привела на вакцинацию свою дочь Елизавету. Причем инициатива исходила от девушки. Много кто хочет, но им запрещают, к сожалению, родители. А ваше как? Мы хорошо отреагировали положительно. Ну вот как у вас состоялся разговор, что вы пришли и сказали, мама, что-то не волнуйся. Я ей сказала, надо привиться, мама такая, хорошо? Все было просто. К сожалению, у нас очень много родителей, у моих друзей и знакомых, которые считают, что это опасно или нечто подобное. Не получается разубедить, к сожалению. Всего в Карагандинской области проживает около 200 тысяч несовершеннолетних. В возрасте от 12 до 17 лет. Медики заявляют, что вакцинация проводится на добровольной основе. Только согласие родителей или других законных представителей. Александр Церекидзе, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев. Первый Карагандинский. И в продолжение медицинской темы. Посмертное донорство органов. Эта тема в последнее время очень часто обсуждается в Казахстане. Разрешать или нет изъятие органов умершего родственника. Очень часто казахстанцы говорят нет. А ведь его органы могут спасти не одну жизнь, отмечают медики. В Карагандинской области в трансплантации органов нуждается 345 человек. Острая почечная недостаточность. Этот диагноз совсем недавно был смертельным. Но сегодня есть бесплатные гемодиализные центры, где пациенты вынуждены очищать свою кровь несколько раз в неделю. Медики отмечают, что с каждым годом количество больных становится все больше. Пациенты, находящиеся на диализе, это пациенты пожизненно посещают это лечение, потому как уровень азотомии, такие как креатинин, мочевина, они постоянно растут. После диализа снижаются. И поэтому эта программа, они посещают ее 3 раза в неделю по 4 часа. Итого получается 12 часов в неделю. Радикально может помочь только трансплантация. Однако донорских органов в Казахстане катастрофически не хватает. Решить вопрос можно было бы с помощью посмертного донорства. Но очень часто родственники погибшего человека отказывают медикам. На сегодня в листе «Ожидается» находится 345 жителей области. В основном люди ждут донорскую почку. Эти пациенты всегда живут с надеждой. И поэтому не каждый, конечно, может встать в лист ожиданий. Там есть свои моменты. Но надеяться – это единственный их выход для именно этой ситуации. Поэтому говорить об этом мы обязаны. Услышат, не услышат – это уже другой вопрос. Но часто, когда я разговариваю уже с родственниками таких пациентов, они говорят, мы в курсе, но мы отказываемся. Хотя ни одна религия не запрещает данный момент. Отмечается, что с недавних пор действуют изменения в законодательстве. Теперь любой человек может указать в своем электронном паспорте здоровья согласие или несогласие в посмертном донорстве. Если человек дал согласие на изъятие органов, то врачи не будут спрашивать мнения родственников. Александр Царикидзе, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев. Первый Карагандинский. К другим новостям. Ко дню работника сельского хозяйства в Караганде наградили лучших фермеров. Грамоты и государственные награды им вручил Аким Карагандинской области Жениц Касымбек. Несмотря на засушливое лето, аграрии Карагандинской области получили неплохой урожай. Намолочено более 940 тысяч тонн высококачественного зерна. Собрано 278 тысяч тонн картофеля и 55 тысяч тонн овощей. Успехи показывают и животноводы. Производство мяса и молока стабильно растет. Глава региона Жениц Касымбек поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником. На встречу пригласили передовиков отрасли, представителей династии. Сегодня наш профессиональный праздник. Мы проходим значимые непрерывные годы в своей независимости. За третью суверенитет наша страна превратилась в современном празднике государства. Агромный упал в районе государственной динамы, работники сельского хозяйства, ищем университет промышленности. Сегодня я приветствую вас в этом сайте, руководителей динамы и хозяйств области. Вы добываете с большим успехом в своей работе. Хотел бы выразить вам благодарность и признательность вашему институту, агрария нашей области за ваши предыдущие и самую пользу. Женис Косымбек поблагодарил аграриев за социальную ответственность. Растения и воды часть своего урожая направляют на формирование резервного фонда зерна, стаб фонда картофеля и овощей. Это позволяется вместными усилиями сдерживать цены. В этом году почетными грамотами Акима области наградили представители нового поколения, которым любовь к земле передалась от родителей. На встрече также говорили о государственной поддержке отрасли. Помощь относительная, льготные ГСМ, льготные удобрения, субсидии на воду. Большое спасибо Жене Хмасову Лудычу Акиму Карганистской области. Очень отзывчиво всегда на просьбы крестьян отзывается. Всем, чем может, по возможности помогает. Поэтому поддержка государства с селу есть и очень хорошая. В этом году из областного бюджета выделили дополнительные суммы на субсидирование минеральных удобрений. Женис Касымбек рассказал о новых инициативах. Со следующего года государство будет поддерживать проекты орошаемого земледелия. День работников сельского хозяйства отмечается в Казахстане каждое третье воскресенье ноября. Андрей Тендул от Кукена Андрея Тимофеев, Первый Карагандинский. Аким Караганды и Ермаганбет Буликпаев встречаются с горожанами. Во дворце культуры Нового Майкудука городоначальник выслушал проблемы жителей Октябрьского района. В актовом зале ДК Нового Майкудука собрались жители частного сектора. Этот район в народе получил название Сахалин. Проблем на Карагандинском Сахалине достаточно, заявляют горожане. Отсутствие качественного водоснабжения является самой главной проблемой. Коммунальщики не скрывают, что проблема действительно есть. Этот вопрос будет решен в ближайшие два года, заявил Аким города Ермаганбет Буликпаев. На 22-й год закладываем деньги и разработываем проект по водоснабжению и организации. Давай заложим и проект обработаем. Точно так же, как рабочий поселок. Местные жители также подняли вопрос об утилизации твердых бытовых отходов. По их словам, мусор вовремя не убирается. Практически в каждом дворе установлен специальный ящик. Но, по словам жителей, это не решает проблемы. Коммунальщики утверждают, что все урны очищаются вовремя. Руководство компаний заявило, что возьмет этот вопрос под личный контроль. Еще одной наболевшей проблемой местных жителей стало плохое уличное освещение. В целом, сегодня в Караганде неосвещенными остаются 600 улиц. Специалисты знают об этой проблеме, решать будут постепенно. Подводя итоги встречи, Аким города Ермаганбет Буликпаев заверил, что ни одна проблема не будет оставлена без внимания. Александр Цирикидзе, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Центральном парке Караганды появится линейный каток. Об этом новшестве рассказали в городском Акимате во время обсуждения плана развития главного парка города. Согласно проекту, линейный зимний каток будет располагаться на пешеходной части. При этом традиционный каток на озере тоже сохранится. Проекты были разработаны Карагандинским центром урбанистики, так же, как и концепция оформления парка к Новому году. Большое внимание в этом году уделено зимней концепции Центрального парка. Хотим привнести и от новшеств, в том числе линейный каток, который планируется обустроить в этом году. Уже работы начаты. Частично сейчас занимаются оформлением освещения зимнего. Приглашаем потом членов паркчатского совета и жителей города активно посещать парк в зимнее время. Одной из задач, наверное, развития Центрального парка является обеспечение круглогодичности его функционирования. Потому что у нас парк исторически всегда имеет сезонность. Летом достаточно высокое посещение зимы, как правило, жителей, но на случай к случаю посещать Центральный парк. Хотим, чтобы парк круглогодичный имел такую активную жизнь. На сегодняшний день одна из главных целей, которую ставят себе городские власти – добиться посещения парка и в зимнее время. Для этого летом уже была проделана определенная работа. К примеру, для предпринимателей был разработан единый дизайн-код. А также многие помещения к зиме утеплили. Есть ряд таких основных вопросов, которые волнуют горожан, которые, наверняка, волнуют членов Попечистого совета по очистке озера. Как уже было сказано, сейчас с необходимым наростом ледяного покрова до 10 сантиметров будет началась очистка дна, скажем так, за счет использования микроорганизмов, химических соединений. Эта работа начнется, буквально, надеемся, на следующей неделе. Это то, что касается проблем водорослей и очистки дна озера. Весной, естественно, будет процесс зарывления озера, потому что это между собой предельно связанные вещи. Также было отмечено, что в следующем году в парке планируют установить пять дополнительных общественных туалетов. Они будут работать круглый год, заявили в городском Акимате. Александр Сарикидзе, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Наследие великого поэта, драматурга и композитора. К 110-летию со дня рождения Касыма Аманжолова в юношеской библиотеке имени Жайка Бектурова провели круглый стол. С молодыми карагандинцами встретились ветераны труда. В этом году вся карагандинская общественность отмечает 110-летний юбилей нашего земляка, выдающегося поэта Касыма Аманжолова. В череде праздничных мероприятий особое место занимает встреча ветеранов труда с молодыми карагандинцами. Литературной общественности Касым Аманжолов известен в том числе и как переводчик. Он перевел на казахский язык произведения Пушкина, Лермонтова, Твардовского. Первым ввел в казахский стих десятислоговую строку, удобную для передачи разговорной интонации. Мы будем говорить о жизни и творчестве Касыма Аманжолова. Сегодня мы пытаемся донести до молодого поколения, чем ценен его труд в истории казахской литературы. Обязательно стоит отметить, что Касым очень любил свою родину. В его творческой биографии особое место занимают годы Великой Отечественной войны. В то время он работал в армейской газете. Многие годы поэт трудился в области литературного перевода. Его работы являются образцами переводческого искусства. Казахстанцы по праву могут гордиться Касымом, поскольку его творчество известно далеко за пределами республики. Он рано ушел из жизни, но оставил своему родному народу, родной литературе драгоценное наследие. Яркую и вдохновенную поэзию. Цель мероприятия – знакомство молодежи с жизнью и деятельностью Касыма Аманжолова, популяризация его произведений и также воспитание молодежи, воспитание патриотизма и любви к родине через произведения поэта. Участники мероприятия – историко-краеведческий музей Каркар-Элинского района, Караганинский областной архив, областной музей изобразительных искусств города Караганды и также совет ветеранов Караганды. Сегодня на мероприятии будут зачитаны стихотворения Касыма Аманжолова, исполнены его песни и также с музея изобразительных искусств расскажут о конкурсе, который они проводили и покажут картины, которые заняли первые, вторые, третьи места. Историко-краеведческий музей Каркар-Элинского района ознакомится с экспонатами, которые у них хранятся в музее. Экспонаты, принадлежащие Касыма Аманжолову. Участники круглого стола отметили, что сегодня казахстанцы хранят память поэта в названиях улиц крупных городов. В Караганде издается Аманжоловский журнал, где печатаются начинающие литераторы страны. Проводятся ежегодные Аманжоловские чтения. Десять лет назад на столетие поэта в областном центре торжественно открыли величественный бронзовый памятник Касыма Аманжолову. А в ауле, в Кенских горах, где родился Касым, на бьющем из-под земли источники установлена табличка с надписью, гласящей, что здесь когда-то утолял жажду будущий поэт. Андрей Тендулад Кокен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Самбист из Караганды Рахат Жананьет выиграл золотую медаль на чемпионате мира по самбо. В финале в весе до 64 килограммов он победил таджикского спортсмена. О своих впечатлениях он рассказал на пресс-конференции. С 12 по 14 ноября в Ташкенте прошел чемпионат мира по самбо. В нем за победу боролись представители 50 стран. От областной школы высшего спортивного мастерства участвовали три спортсмена. И все они завоевали медали. Золотым призером стал Рахат Жананьет, серебряным – Ажар Салыкова, бронзовым – Айден Дартаев. Порадовали и воспитанники Карагандинской школы единоборств. В Стамбуле прошел 11-й чемпионат мира по каратэ-шотокан среди молодежи и взрослых. В нем приняли участие полторы тысячи спортсменов из 35 стран. От Карагандинской области выступили 4 спортсмена. Валерия Рудакова в весовой категории 55 килограммов стала первой в кумите как среди молодежи, так и среди взрослых. Никита Тарнакин в кумите весовой категории 84 килограмма провел четыре боя и стал вторым. И еще одно достижение. С 11 по 13 ноября в Москве проходил Кубок мира по рукопашному бою. В этих соревнованиях участвовали более 300 спортсменов из 30 стран. Представитель нашей школы высшего спортивного мастерства Ербулат Дюсенбеков стал серебряным призером в дисциплине самооборона. В ходе пресс-конференции победители и призеры рассказали о своих впечатлениях. Андрей Тен, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Полный выпуск новостей вы можете посмотреть на официальном сайте канала в социальных сетях. Всего доброго.